МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Разговор с ректором. В БЦБ прошла встреча с молодыми медиками. Мы определяем и дальнейшую траекторию их становления. Как проходит поддержка на местах. Дабы привычка не обернулась трагедией, в Бобруйске проходит акция «Не прожигай свою жизнь». Мы будем общаться со студентами, с молодежью. Кто в центре внимания спасателей? Суд цена. Грошек приглашает за покупками. В дискаунтере грошек можно найти все самое необходимое по вкусным ценам. Что предлагает любимый магазин. А также стол переговоров и поливает, и сдувает. Вторая половина ноября огорчает белорусов дождливой погодой. Каких правил стоит придерживаться в такую пору? Итоги уходящего вторника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Вынести на обсуждение. Александр Лукашенко провел заседание президиума Всебелорусского народного собрания. Повестка дня обширная. Обсуждение местных органов власти, судей Верховного суда, регламента ВНС и взаимодействия президиума с делегатами. Глава государства подчеркнул, на уровне Всебелорусского народного собрания должны рассматриваться исключительно важные вопросы. Один из таких – повышение статуса председателя и райисполкома с целью усиления их роли в развитии районов. По мнению белорусского лидера, не все на местах действуют эффективно в отношении его поручения. Один район – один проект. Мы видим, что не все председатели райисполкома вообще не то что понимают, все понимают, что надо делать, но не делают. Это эффективность нашей власти, начиная от президента и заканчивая губернаторами. Ну, к этому вопросу мы вернемся. Но, с другой стороны, наши юристы констатировали факт, что нет нормативно правового акта, который бы четко расписал, чем должен заниматься председатель райисполкома. А если есть, этого недостаточно. Давайте примем это решение. Потому что, если губернатор и председатель райисполкома работают нормально, страна будет в порядке. Поэтому мы этот стратегически важный документ сегодня обсудим. Президент отметил заседание президиума ВНС целесообразно проводить 2-3 раза в год по мере накопления вопросов. Также белорусский лидер поручил выстроить четкую схему работы делегатов без дублирования и подмены функционала органов власти. Роль президиума в текущих реалиях готовит самые концептуальные вопросы, связанные с развитием нашей республики в экономической сфере, военно-политической, информационной сферах для рассмотрения непосредственно на собрании. От профреализации до условий проживания ректор Белорусского медуниверситета встретился с молодыми специалистами в Бобруйской центральной больнице. Почти два часа длилась встреча главы ведущего медицинского университета страны с врачами-интернами молодыми специалистами. Предмет разговора – организация рабочего процесса, начинающих докторов, их профессиональное совершенствование, социальные гарантии, обустройство быта. Эти встречи позволяют выяснить, все-таки есть ли какие проблемы у молодых специалистов, социально-бытовые, может быть, какие-то жизненные проблемы. Ну и, конечно же, мы определяем и дальнейшую траекторию их становления. Это и дальнейшее профессиональное развитие, это работа в нашем республиканском симуляционно-отвестационном центре, это возможности научных изысканий, независимо, в каком городе расположены возможных поступлений в соискательство, в аспирантуру, докторантуру, продолжать научные изыскания. В Бобруйске, как и по всей стране, если у молодого специалиста возникают вопросы, он может обратиться к наставнику. Его закрепляют за каждым выпускником. Опытные врачи не только консультируют по профессиональным вопросам, но и учат быть частью коллектива. В 2024 году к нам прибыло на первые рабочие места 85 молодых специалистов. Из них выпускников высших учебных заведений 27 и 58 выпускников медицинских колледжей. Но закрепляемость у нас, ну, как правило, составляет 95-96%. Нас все поддерживают, все действительно помогают, хотят помочь, рассказывают, объясняют и очень много документации дают. И вот всегда рядом, и это вот самая колоссальная поддержка от них, то, что они вот так вот нас обучают. После интернатуры, год от работы, меня отправили на курсы в РНПЦ от риноларингологии. Побывала в республиканском центре научно-практическом, получила массу знаний. Научили пользоваться, по крайней мере, дали азы использования эндоскопов. Издала на категорию уже, вторую категорию приобрела. Я стараюсь, езжу на конференции всегда за любые предложения. Очень интересно, очень актуально, я в огромном восторге. По своей профессии я стоматолог и заканчивала стоматологический факультет этого вуза. И сегодня я взрастила новое поколение. В этом зале вместе с молодыми специалистами находилась моя дочь. Этому способствует и то, что за последние годы значительно усовершенствована материально-техническая база учреждений здравоохранения города. Кроме того, ребята имеют все возможности развивать свой потенциал. Бросить пагубную привычку. С 8 ноября в Беларуси проходит республиканская информационно-пропагандистская кампания «Не прожигай свою жизнь». Главная цель акции – предупреждение пожаров и гибели людей от их по причине неосторожного обращения с огнем при курении. В период ее проведения работники МЧС проводят информирование и профилактику в местах массового пребывания людей. Работники МЧС будут проводить различные мероприятия. Мы будем общаться со студентами, с молодежью. Будем проводить мероприятия на заводах, предприятиях, в общественных местах. Самое главное – это дать бой пагубной привычке и предупредить пожары, которые происходят по вине той самой непотушенной сигареты. Особое внимание местам пребывания молодежи. В рамках акции работники Бобруйского гора и отдела по чрезвычайным ситуациям заглядывают в студенческие общежития. Одними из объектов профилактики стали учащиеся автотехнического колледжа. Помимо беседы о недопустимых последствиях курения, спасатели обращают внимание на правила безопасного поведения, предупреждения пожаров. Акция – это очень полезно, потому что мы повторили все, что ранее нам уже рассказывали. Все ясно, но в любом случае всем это всегда надо повторять, чтобы никто это не забывал. Информационная кампания проходит в два этапа. Второй стартует 20 ноября и продлится по 28-е. Работники МЧС проведут мероприятия в вузах, колледжах, лицеях, центрах безопасности и других местах, где в очередной раз напомнят о последствиях пагубной привычки. Грошик Тана полный кошек. В самом народном дискаунтере горячая акция. ЦУД – цена. Овощи, фрукты, крупы, мясо и многое другое по самой привлекательной стоимости. Что почем, узнала наша съемочная группа. Главный секрет экономии – совершать покупки в грошике. Жесткий дискаунтер ежедневно радует покупателей широким ассортиментом продукции и низкими ценами. Основой акции ЦУД – цена. Ходить за продуктами еще приятнее, с максимальной выгодой и минимальными потерями для кошелька. Товары под акции обозначены красными ценниками с желтыми надценниками. Выбор очень большой. Сочные гранаты и лимоны, чай, кофе, большое разнообразие консервов, крупы, макароны, сладкие новогодние подарки, бытовая химия, предметы декора по самым низким ценам. Настоящий ЦУД, а не цена. Глаза разбегаются, хочется скупить все и сразу. Грошик славится не только разнообразием продукции, но и участливым персоналом. Вежливые продавцы ответят на любой вопрос и подскажут, что где лежит. Новый год не за горами и подготовиться к нему желательно заранее. В дискаунтере грошек можно найти все самое необходимое по вкусным ценам. Мясо, овощи, фрукты, сладости, соленья, консервы. Вуаля, и корзина для праздничного стола готова. Приятная акция продлится по 24 ноября. Самое время отправиться за покупками. Помимо скидок, стоимость остальных товаров приятно радует глаз и кошелек. В дискаунтере низких цен можно не только существенно сэкономить, но и гарантированно уйти с хорошим настроением. А еще в грошке можно насладиться свежей выпечкой собственного производства. Для любителей перекусить поплотнее есть вкусное предложение – курица-гриль. От аппетитных запахов голова идет кругом. Лучший комплимент – восторженные отзывы потребителя. Грошик знает, как найти дорогу к сердцам клиентов. Именно поэтому в магазинах длинные очереди и счастливые покупатели. Часто посещаем. Ассортимент большой устраивает. Можно все купить. Мясо, молоко, хлеб. Достаточно всего. Овощи, фрукты, мясо, рыба замороженная, наверное, чаще всего. Макароны. Магазин шикарный. Ходим не постоянно, но периодически. Цены прекрасные. Все хорошо. Мы очень довольны. Обожаю ассортимент. Особенно сладости, вкусняшки. Все доступно. Цены всегда хорошие. Все есть, все соответствует, все красиво. И самое главное – все чистое, все аккуратненько. Мне все нравится. Сегодня Беларусь насчитывает более 100 грошиков. В Бобруйске – 6. Приобрести качественные и недорогие продукты можно по адресам. Западная – 26А, Интернациональная – 36, Крупская – 2, Пушкина – 265А, Советская – 109А, Ульяновская – 66. Юлия Вернер, Дмитрий Шевцов, Бобруйск – 360. Слезы осени. Вторая половина ноября огорчает белорусов повсеместными осадками и порывистым ветром. Погода, как никогда, напоминает о правилах безопасности. Какие еще прогнозы делают метеорологи, знает Роман Костюков. 19 ноября республика находилась под влиянием неустойчивых воздушных масс. Преобладала облачность. Во многих районах республики прошли небольшие кратковременные осадки. На отдельных участках дорог наблюдалась гололедица. Ветер юго-западный, южный – порывистый. Температура воздуха колебалась от минус 2 до плюс 3 ночью и от минус 1 до плюс 5 днем. На неделе практически во всех регионах будет сыро из-за порывистого ветра и дождей. При такой нестабильной температуре возможны появления туманов и образование гололеда. Все это усложняет и без того плохую видимость в утренней темноте. Поэтому, дорогие автолюбители, будьте внимательны на дороге и переобудьте своих железных коней в зимнюю резину, если этого еще не сделали. Власты Эквадора ввели режим чрезвычайной ситуации на всей территории страны из-за сильных лесных пожаров. Дефициты воды и засухи на период 60 дней. В секретариате управления рисками отметили – по всей стране зарегистрированы 17 активных и 5 контролируемых бедствий. Прежде всего, речь идет о провинциях Асуай и Лоха. Для тушения огня применяются вертолеты. 20 ноября погоду в стране будут определять атмосферные фронты от циклона с центром над югом Балтийского моря – облачно. Временами – осадки в виде мокрого снега и дождя. Ночью и утром в отдельных районах – слабый гололед. На дорогах – гололедица. Ветер в южной четверти порывистый. Утром и днем местами сильный порывистый. Температура в темное время суток – минус 2, плюс 4. Светлая – плюс 1, плюс 8. Роман Костюков, Станислав Чичерин, Бобруйск, 360. Это все из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!